Его разрушил вавилонский царь Эннавоходоносор 2,5 тысячи лет назад. И христиане, иудеи, и мусульмане до сих пор считают это место своей святыней. Сегодня на месте храма Соломона возвышается мечеть, построенная в конце 7 века. До начала войны за веру между христианами и мусульманами на месте храма Соломона было возведено 3 больших храма. Иудеи приходят сюда для поклонения уже более 3 тысяч лет. Последняя реконструкция храма была проведена в 20-м году до нашей эры царем Иродом. Возвышающаяся передо мной стена – единственное, что сохранилось от древнего храма. Это западная стена храма Соломона, известная как Стена Плача. Она является одной из главных святынь иудаизма. Евреи молятся Богу отдельно друг от друга. Мужчины слева, женщины справа. Подходя к стене, люди прижимаются к ней губами, шепча в ее щели свои просьбы. Они молятся не камням. Считается, что их молитвы поднимаются к небесам. По легенде, среди этих развален, скрыт краеугольный камень, на котором был воздвигнут храм Соломона. Почему же место, столь высоко почитаемое иудеями и христианами, оказалось в руках мусульман? Это произошло в 638 году нашей эры. Войска мусульман взяли штурмом Иерусалим, а на вершине храмовой горы была возведена мечеть Аль-Аксы. Сегодня это место является предметом постоянных споров и противостояния враждующих религиозных сил. Верхняя часть храмовой горы находится под юрисдикцией мусульман, а ее основная часть принадлежит иудеям. Ниже мечети расположена каменная глыба. Это одно из наиболее почитаемых мест на храмовой горе. Эта скала священна не только для иудеев, но и для мусульман и христиан, потому что именно на ней праотец всех трех религий Авраам готовился принести в жертву Богу своего первенца Исаака. Кроме того, в исламе эта скала считается тем местом, откуда пророк Мухаммед вознесся на небеса. Однако есть и иная причина, по которой храмовая гора так много значит для всех трех религий. Считается, что некогда храм Соломона был хранилищем Ковчега Завета, в котором содержались тексты десяти заповедей, некогда переданных Богом Моисею. Как сложилась судьба этого ковчега после его утраты иудеями? Долгие века на этот вопрос не было ответа. По преданию, в момент нападения Навуходоносора, Ковчег Завета находился в храме Соломона, и в момент падения города был спрятан в одной из пещер, глубоко у основания храмовой горы. Но есть и другая легенда. Известно, что царь Соломон имел сына от царицы Савской, и тот унес Ковчег Завета к себе на родину в Эфиопию. Долгие века люди занимались поиском Ковчега Завета. В их числе были и рыцари-крестоносцы, овладевшие Иерусалимом. Я тоже собираюсь принять участие в его поисках, хотя и без особой надежды. Эфиопия постоянно сталкивается с проблемой голода, бедности и гражданской войны. Но, глядя на эти земли с высоты, поражаешься, насколько они пышны и плодородны, насколько прекрасны эти горные ущелья. Это место напоминает райский сад. Эти края неоднократно упоминаются в текстах Ветхого Завета, ставшего составной частью культуры этой страны. Эфиопы часто сами говорят, что эта земля помнит, как по ней ступали ноги царя Соломона. История отношения предков этих людей с царем Соломоном начинается здесь, в древнем городе Аксум. По преданию эфиопов, ковчег Завета был вывезен из священного Иерусалима еще при жизни царя Соломона. Считается, что сын царя Соломона и царицы Савска, Менелик, привез в Аксум ковчег Завета без малого три тысячи лет назад. Ковчег Завета считается величайшим из даров. И именно в нем содержатся все тайные мироздания. Но мне не верится, что в этом невзрачном на вид здании может храниться одно из величайших сокровищ цивилизации, содержащие ответ на вопрос, что есть человек. Могу я посмотреть на ковчег Завета? Внутрь может заходить лишь один монах-хранитель. Даже епископ не имеет права там находиться. Внутри этого здания постоянно находится один монах-хранитель. Будучи выбранным на этот пост, он не покинет его никогда. Его задача не пускать внутрь любопытных, таких как я. А что нужно сделать, чтобы подойти поближе к этому зданию? Монах-хранитель не разговаривает с туристами. Если хотите, то можете принять участие в ежедневной молитве. Он молится круглые сутки? Да. Удивительно. Но ведь должен же быть кто-то еще, с кем я мог бы поговорить о ковчеге. Есть ли кто-то еще, кроме хранителя, с кем можно поговорить? Есть первосвященник. Первосвященник. Я должен его увидеть. Если ковчег и правда хранится здесь, то я обязательно должен его увидеть. Я просто должен его увидеть. Хорошо. Здравствуйте. Спасибо, что разрешили побеспокоить вас. Признателен вам. Рад вас видеть. Добро пожаловать в Аксун. В Аксун. Что содержит ковчег завета? Знает ли первый священник о содержимом этого ларца? В ковчеге хранятся тексты заповедей.